Всем привет! Сегодня у нас снова будет обзор на планшет и в этот раз мы будем обозревать графический планшет Парбла А610+. Сегодня мы его распакуем, посмотрим и я расскажу о моих характеристиках. Также мы посмотрим, что можно на нем нарисовать. Приступим сначала к распаковке. В глаза сразу бросается необычный дизайн упаковки. Внутри у нас сам планшет в защитной пленке. Планшет довольно большой, но при этом он легкий. Кстати, сзади у него тканевое покрытие. Не уверена зачем оно, но скорее всего так планшет будет меньше скользить по столу. В коробке также лежит кабель для подключения, инструкции на разных языках, ссылки для скачивания драйвера и гарантийный талон. В комплекте также идет перчатка. По ощущениям сразу могу сказать, что эта перчатка гораздо удобнее, чем та, которую делает Гаамон. Теперь давайте посмотрим на перо. Оно довольно легкое и сделано из приятного материала. Для пера в комплекте есть подставка, которая одновременно служит и футляром для сменных стержней. Еще в комплекте есть чистящая салфетка. Это все, что поставляется вместе с планшетом. Теперь я подключу его и попробую порисовать. И как обычно в процессе расскажу о моих характеристиках. Рабочая область планшета 255х159 мм. Разрешение 5080 линий на дюйм. Перо не требует подзарядки и имеет 8192 уровня давления. Высота считывания пера 10 мм. На самом планшете есть 10 настраиваемых кнопок, которые обеспечат быстрый доступ к самым нужным командам. Скорость интерфейса планшета 266 точек в секунду. Из всех планшетов, на которых я пробовала рисовать, это самый высокий показатель скорости отклика. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Подводя итоги, можно сказать, что Parbla A610 Plus – это качественно выполненная модель планшета, которая подойдет как профессионалам, так и начинающим художникам. Приятным моментом является то, что планшет и все, что идет в комплекте, изготовлено из качественных материалов. Это ощущается при работе с планшетом. Подключение планшета и установка драйверов не вызывают никаких затруднений. Берем очень точные и удобные. В целом планшет превзошел мои ожидания. Хоть эта фирма является менее известной, чем Gaomon или Hayon, но по качеству продукции ничем не уступаю своим конкурентам. Цена на эту модель вполне адекватная – около 70 долларов. Ссылки на магазин Parbla и эту модель планшета вы можете найти в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, на какие еще планшеты вы бы хотели увидеть обзор. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»